Да, вот и пюрешечка, и котлетки. Все настолько вкусно, все настолько аппетитно. Друзья, смотрите в этом видео, какие вещи влияют на вкус котлетки, а какие не влияют. Из чего лучше делать котлетку, какие есть секретики. Все это я вам показываю и рассказываю очень быстро. Сегодня я буду делать самые простые котлетки, обычные. Сейчас я покажу основные принципы, которые помогут сделать по любому рецепту котлеты очень вкусными, что имеет большое значение, а что можно добавлять на ваш вкус. Конечно, можно купить и магазинный фарш, если у вас хороший производитель фарша, то, конечно, используйте, если нет времени. Я решил купить мяско, это лопатка, не нужно брать ценные куски мяса. Чем проще, тем вкуснее. Мясо я режу длинными полосками, чтобы они смогли пролезть в мясорубку. Вот это самое простое, самое дешевое сало с кожей или со шкурой. Очень важный секрет, это лук. Одни говорят, лук сначала нужно обжарить, а потом добавлять в котлетки. Другие говорят, не нужно обжаривать. А третьи говорят, нужно не просто обжарить, а сделать лук золотистого цвета и карамельный. Это все дело вкуса и предпочтения. Это просто добавляет отдельный штрих или нюанс к вкусным котлеткам. Как вам нравится, так и делайте. Я сегодня буду добавлять именно сырой лук. На один килограмм мяса две вот такие маленькие луковички. Лук я буду измельчать в мясорубке вместе с мясом. Чеснок я измельчаю на терку. Если вы не любите чеснок в котлетах или просто его не любите, тогда не добавляйте. А вот это не секретный компонент, а обычный черствый белый хлеб. Именно это сделает мои котлетки сочными и аппетитными. Можно корочки обрезать, можно корочки не обрезать. Поэтому если совсем была такая зажаренная хорошая корочка, ее можно и обрезать. Здесь корочка практически беленькая. Поэтому я не хочу с ней морщить голову и обрезать. Есть очень много споров. Чем заливать хлеб? Или водой, или молоком? Если мы заливаем молоком, тогда вкус котлет получается более сливочным, таким благородным. Но при жарке возникают нюансы. Если заливать водой, с жаркой все прекрасно, но вкус вроде бы попроще. Просто делайте по-разному и вы узнаете, как лучше. Вот эти сухарики я заливаю водичкой. Здесь я отмерил 300 грамм сухарей. И нужно их просто залить водой, чтобы они размягли. Вода холодная. Измельчать мясо, лук и хлеб я буду вот через такую решетку мясорубки. Это, наверное, называется средняя. Клебные корочки отлично размягчились в водичке. Теперь я взял пропорцию не больше 25% уже размоченного хлеба к весу именно мяса. Можно добавлять и до 40% от этого вкус котлет будет варьироваться. Попробуйте, с какой пропорцией хлеба вам в котлетке больше нравится. Хлебушек я пропускаю через мясорубку в самом конце. Он протолкнет мяско, а то, что останется в мясорубке, его уже не так жалко. Мы его отдадим кошечке. Из пряностей в котлетке я добавляю только черный перец. Но у меня его слишком мало, поэтому я добавлю еще немножко беленького. А вот здесь красный каенский перчик. Я его добавлю чуть-чуть для пикантности. И, конечно, самое важное, это соль. Когда маленькая порция блюда, мы можем взять, вот так сделать, нули-ули-ули-ули. И мы знаем, сколько сольки нужно добавить. Но вот на такую огромную подносящие уже даже я начинаю теряться. И я скажу, как делаю именно я. Я уже узнал для себя, что идеальная пропорция соли по отношению к продукту, это 1% к весу сырого продукта. Поэтому я взвесил вот это все. Здесь 3,5 килограмма всего. И лучка, и хлебушка, и мяска, и сало. Поэтому я взял и добавляю сюда 35 грамм сольки. Засыщим рукава. И самое приятное. А-а-а! У-у-у! Вот так! Чтоб понравилось моим друзьям. Ой, какая красота! Чтоб понравилось моим друзьям. Сейчас еще одно правило. Или секрет. Почему котлетки у одних получаются вкусные, у других просто котлетки. Нужно не просто вымесить тесто. Нужно сделать так, чтобы белковые нити, находящиеся в мышцах, начали выделяться, или расслабляться, или напрягаться. Чтобы они стали ниточками. Таким образом флаж приобретает однородную текстуру. Котлетки будут не рассыпаться. Будут подниматься, как хорошее тесто. И быть сочными. Весь сок останется внутри котлеток. Они не будут трескаться. Они будут хорошие и красивые. Вот так, как тесто, минут 5 я буду вымешивать. Вот это то, что вы только что видели, это называется отбить фарш. Это еще одна из операций, которая помогает сделать фарш для котлет пластичным. А вот теперь то, что знают немногие. Обычно сейчас мы пошлепали фаршик, отбили его, перемесили, и уже можно приступать к формованию котлеток и жарить их. Это так же просто, но так же и двояко смысленно. Потому что, когда мы готовим вкусные блинчики, можно просто добавить в муку молочка и сразу жарить. А можно взять и дать постоять тесту часик, два, три, чтобы клейковина, находящаяся в муке, разбухла, произошли все необходимые физические процессы в тесте. И тогда жарить. Сейчас фаршик я ставлю в холодильник минимум на часик и на два. За это время фарш еще раз остынет, хлеб впитает те соки из мяса и лука, какие начнут выделяться. Оставшийся черствый батончик я подсушил на сковороде и теперь измельчу его в крошку. Кто-то любит, чтобы панировка была именно из муки, кто-то из домашних крошек, а кто-то из магазинных. Я сейчас использовать буду все три вида панировки, а потом во время дегустации я вам расскажу, что больше мне понравилось. Рабочую поверхность я застелил пленочкой и слегка ее смочил водичкой. Также у меня есть весы, а вот здесь есть тарелочка с холодной водой. В ней я буду мочить руки, чтобы фарш к ней не прилипал. Я вот так взял хорошую лепешку фарша и слегка сделаю так и еще фаршную, чтобы окончательно выдавить из нее весь воздух. Нормально. Мне больше нравятся котлетки весом 100 грамм. Цифра красивая и котлетка не слишком большая и не слишком маленькая. Вот так я похлопываю, чтобы те рыхлости, какие фарши еще были, они все исчезли. Вот. Это легко почувствовать. Сразу такая конфетка, лодочка получается. Придаю прямоугольную форму, вернее, продолговатую и кладу. Мочу руки и опять. Вот пока вот такие рыхлости везде есть, теперь я похлопываю и похлопываю, и фаршик становится однородным. Тогда котлетка не будет трескаться, сок останется в котлетке и будет объедение. Вот так легко и быстро я налепил котлеток. У меня из двух с половиной килограмм мяса получилось 37 попугаев и одно попугайское крылышко. А сейчас панировка. Обычно котлетки можно обжаривать или полностью на сковороде, доводя их до готовности, или сначала на сковородке, а потом в духовочке. Мне больше нравится способ на сковороде, а потом в духовочке. Духовку я разогрел, а теперь ставлю котлетки, чтобы они дошли там в температуре 180 градусов. Я думаю, минут 10. Попробуем. 15. И будет готово. Дистиллят и сливы. Класс. Итак, смотрите. Вот это все на панировочке моей, которую я сам сделал. Вот это, магазинная панировка, она чуть темнее. А вот это, вот такое, красивое, румяное, это мычная панировка. Так. Посмотрите, посмотрите, что там творится. А ну-ка. Я просто влею. Знаете, это похоже. Когда берешь в руки чебурек, кусаешь, а там мясо, бульон, по рукам течет, все такое сочное. Вообще не слышно даже намека на то, что здесь есть кусочек батончика. Панировка прекрасно работает. Из моего. А теперь попробуем вот эту панировку. Горяченькие еще. Слышно другая текстура, потому что здесь больше, наверное, было корочек, когда они делали обрезки и сушили. Поэтому чуть-чуть более грубая. Но по вкусу слишком не отличается от того, не портит. Но я бы съел эти. А вот теперь мычная панировка. Вот такая и бледноватая. Ну, вы знаете, вкус очень хороший. А эту? Вот здесь как будто бы корочка чуть-чуть больше зажаренная. И такое именно слышно границу текстуры. Хрустящая корочка и мягкая сочная котлета. А здесь просто мягкая сочная котлета она больше подает таким каким-то очень нежным вещам. Поэтому я не знаю. Если есть сухарики, я бы сделал в сухариках. Если я не успею сделать сухариков, я бы сделал в муке. То есть мука абсолютно никак не портит вкус. Друзья, я надеюсь, что я показал полностью все нюансы. Нет, не все нюансы. А где пюрешечка? Пюрешечка? Покажи. котлетки с пюрешечкой. Как и обещали. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место. М-м-м.